COVID-инфекция создала немало трудностей людям, а потому борьба с вирусом сегодня по-прежнему остается центральным объектом для дискуссии. Врачи снова стали активно говорить о необходимости бустерной прививки. Термин «бустер» происходит от английского слова, что означает «поднимать, повышать, усиливать». Когда речь идет о вакцинации, это определение следует понимать как введение очередной дозы прививочного препарата, которая окажет стимулирующее действие на иммунную систему, вследствие чего увеличится длительность поствакцинального иммунитета. Иными словами, люди будут еще надежнее защищены от инфекции. Иммунитет активно держится 6 месяцев, а все-таки потом он начинает падать. Исходя из этого, Министерство здравоохранения определило, что это оптимальный срок, то есть когда иммунитет начинает падать постпрививочный, чтобы его поддержать. И доказано в литературе научной, что если прививку сделать, не затягивать долго после основного курса вакцинации, то есть еще полностью не пропадут антитела, он начнет падать, но полностью не пропадет иммунитет, который после первичного курса сделан. И вот на остаточное антитела сделать прививку, эффективность выработки вот этого продолжения иммунитета будет более короткий срок и более высокие титры. То есть нужно не затягивать, ждать, когда у меня обнулится иммунитет, и я потом пойду как будто заново делать. А наоборот, для пациента лучше, чтобы у него был более сильный иммунитет и более эффективный, и сделать прививку оптимально через 6 месяцев, не затягивая на больше года. Прежде чем прийти на повторную ревакцинацию, нужно попасть к врачу общей практики. Он обязательно проводит осмотр пациента, измеряет температуру, частоту дыхания, пульс. Интересуется, есть ли у него жалобы на состояние здоровья. При этом учитываются предыдущие реакции на прививки, наличие аллергии на лекарственные препараты, пищевые продукты, а также имеющие хронические заболевания. В случае отсутствия противопоказания к вакцинации, врач дает письменное разрешение, которое фиксируется в медицинской карточке и является обязательным условием проведения профилактической прививки. При обращении пациента для вакцинации мы прежде всего оцениваем его общий соматический статус, определяемся с жалобами, измеряем температуру, давление, осматриваем лимфоузлы пациента. При острых респираторных заболеваниях вакцинация откладывается до выздоровления сроком на 14 дней. Каждое противопоказание определяется индивидуально, согласно анамнезу заболеваний пациента. Это все очень индивидуально. Мы беседуем с каждым пациентом, определяем риски вакцинации, риски невакцинации и совместно с пациентом принимаем решение о необходимости его вакцинации. Для ревакцинации предлагают только однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», эффективность которого считается очень высокой, в том числе и против штаммов «Дельта» и «Омикрон». В первую очередь на ревакцинацию данным препаратом приходят люди, которые относятся в группу высокого риска. Это лица, относящиеся к возрастной группе 65+, люди с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Это уже вторая ревакцинация, потому что, ну сейчас, ну и врачи, и вирусологи установили, что где-то с конца августа, начале сентября начнется второй виток заражений коронавирусом. После первой, самой первой, где-то, наверное, полдня немножко температура 37,2 держалась и все. Больше никаких последствий не было. Ни головных болей, ничего. Переживаний абсолютно никаких не было. Наоборот, хотелось это сделать, так как все стали болеть. Привились мы первые, в апреле еще. Первую, вторую, потом ревакцинировались. Вот сейчас вторая ревакцинация. Вакцинация и ревакцинация – эффективный и безопасный способ защиты от коронавируса, гарантия жизни и эпидемиологического благополучия. Продолжение следует...